Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях известный писатель-фантаст из Санкт-Петербурга Святослав Владимирович Логинов. Святослав Владимирович – лауреат Беляевской и премии имени Ивана Ефремова за выдающийся вклад в развитие отечественной фантастической литературы. Здравствуйте, Святослав Владимирович! Очень рад видеть вас в нашей студии и в Алтайском крае. Я знаю, что вы были уже у нас, да? В нашем регионе? Да, в 2012 году. Какое-то мероприятие проходило литературное, вас пригласили? Да, там был пленум Союза писателей России, на который я случайно попал. Я выглядел там очень странно, но зато, когда мы приехали в одну из местных библиотек, там начали искать книги, вот этих вот циккорей, и нашли только мою книжку. Кстати, да, о книгах. Совсем недавно у вас вышла вот такая книга, можно сказать, сборник повестей и рассказов «Свет в окошке», да, если не ошибаюсь? Да. Святослав Владимирович, скажите, я знаю, что у вас на самом деле достаточно много выходило книг и готовится еще в этом же издательстве. Я вот посмотрел уже еще один сборник, «Многоругий бог» Далайна, да? Он уже вышел в прошлом году, а в ближайшее время выйдет не публиковавшийся нигде роман «Филолог», и тоже к нему будут, ой, это мечта, подверстанные повести и рассказы, потому что я не романист, а стараются публиковать романы. У меня написано 12 романов, ну что это такое? Уже 10 лет, как я романов не пишу, рассказы, рассказы – это Любовь навсегда. И вот тут появилась возможность, значит, роман, он небольшой, тоненький, и, по-моему, там 6 или 7 рассказов. Они публиковались, некоторые из них публиковались по разным сборникам, по журналам, но вот, наконец, они собраны в кучку. Это для писателя я представляю, насколько это важно и приятно. Кстати, два ваших рассказа выйдут в нашем краевом журнале «Фантастическая среда», да? Правильно? Они уже вышли. А, уже вышли тоже, замечательно, да. Светлана Владимирович, вот, кстати, насколько сложно издаваться в наше время? Вот я знаю, что вы начали публиковаться в 80-е годы, да? Вот вы можете сейчас вспомнить? В 70-е. Даже в 70-е. 70-е, 80-е, 90-е и вот наше время, когда сложнее было публиковаться? И вот, если сравнить, какие основные трудности были тогда, ну, скажем так, там, советское, постсоветское время и в наше время? Конечно, труднее было тогда. Пишешь, посылаешь, тебе в лучшем случае отвечают – не подошло. Всё. Это вот как в ватную стену стучишься. Нет, 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 нет. Вот сейчас, в конце концов, кто-то не опубликовал, неважно, я приду к другому, к третьему опубликуют. В конце концов, есть интернет, можно электронную книжку, да, выставить там? Можно электронную книжку. Не платят гонорары, да чёрт с ним, не чёрт с ним, кусать хочется. Да. Да ещё иногда трижды в день. Вот, но всё равно, так сказать, можно опубликовать. Поэтому сейчас, конечно, проще. Хотя проще всего и лучше всего было в конце 90-х. Вот те самые страшные 90-е, но именно тогда издавали и платили и всё остальное. Святослав Владимирович, а сейчас есть какие-то литературные агентства? Всё-таки фантастика, фэнтези – это литература коммерческая такая, да, массовая. И она достаточно хорошо продаётся, мы это видим. Огромное количество наименований, авторов просто миллион появилось за последние 20-30 лет. И вот есть какие-то литературные агентства, которые помогают писателям издаваться, продвигать их на рынке? Нет. Нет, а почему так? Как вы считаете? Дело в том, что гонорары сейчас столь нищенские, что если я ещё начну отслюнивать агентство, ну там нечего делить между автором, этим самым литагентом и ещё кем-нибудь. Это, может быть, два-три автора на всю страну, которые достаточно много получают, чтобы позволить себе вот такую роскошь. Остальные – либо ты сам вертишься, либо ты лампу сосёшь. Как вы оцениваете сегодня ситуацию? Мы уже говорили, по крайней мере, по моим оценкам, огромное количество людей, которые пишут фантастику, фэнтези, приключенческую литературу. Хотя, я думаю, в советские годы так же было на самом деле. Во-первых, в советское время вообще фэнтези не было. Наверное, ещё и считалось вредной литературой. Фэнтези, которая вышла у русского автора, это 87-й год. Святослав Лодинов. Небольшая, коротенькая повесть «Страж Перевала». Она печаталась в журнале о технике молодёжи. Домечательный журнал был. Для меня это был переломный момент, когда я понял, что что-то в издательском мире изменилось, что мы действительно начали жить в другой стране. Сейчас подходишь к любому развалу и видишь бесконечное количество чудовищ, красавиц, желательно полуголых, мускулистых товарищей. Фамилии авторов, ничего не говорящих нам. Фамилии авторов. Самое ужасное, что многие фамилии говорящие. Потому что есть энное количество, достаточно большое количество людей, которые пишут по 3-4 романа в год. Это же очень много. И, так сказать, как из пулемёта выстреливают новые и новые тома. Я для себя, это моя классификация, определил, что бывает фэнтези, а бывает литературное размазня. Так вот, из слова фэнтези и размазня я составил слово фэнтезня. И 90% того, что продаётся на лотках, да и в магазинах книжных тоже, это фэнтезня. Я стараюсь писать литературу, скажем так, потому что я пишу и научную фантастику, я пишу фэнтези. Я пишу то, что называлось фантастикой в 19 веке. Вот, это же никак было не фэнтези, никак не научная фантастика. А кроме того, у меня есть книжка исторических повестей и рассказов. У меня есть книжка, вышла, 40 лет пробивал в печать. Вот такая тоненькая. Сказок для самых маленьких детей. Вот казалось бы, да? Да, но слава богу, зато её издали красиво, вот такой большой. Шикарно. Текста там мало. Как раньше были подарочные экземпляры. Да, зато там такие картинки, самому приятно полистать. А до сего можно в книжных магазинах найти при желании. Ну, или выписать, да, там, через Озон и так далее. Самая детская вещь, «Храбрый сон», по-моему, до сих пор можно... Ну, через интернет, через интернет-магазины найти можно. Да, заказать в издательстве детская литература. Потому что, когда столько много рисунков, да ещё хороших, красивых, конечно, книга дорогая и расходится очень медленно. Ну, тем не менее. Святослав Владимирович, вот у меня ещё один вопрос, наверное, очень важный. Вы, наверное, достаточно много сейчас и общаетесь с молодыми авторами, которые пишут фэнтези, и с писателями среднего поколения. Вот, может, посоветуйте нашим читателям, ну, кто, по крайней мере, вам нравится, пусть это субъективное мнение из наших российских фантастов, или те, кто пишут фэнтези. Как это? Кому мы сделаем рекламу? Да, 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 ну, ничего страшного. Хорошую литературу можно рекламировать. Конечно, в первую очередь. Абсолютно. В первую очередь это Евгений Лукин. В своё время меня спросили, а кто у нас лучший писатель? Я говорю, Евгений Лукин. Ну как, вы же должны себя самого ставить на первое место. На что я ответил, вы знаете, если сравнивать писателей с прыгунами в высоту, то, конечно, я, я прыгаю выше всех. А Евгений Лукин, он так невысоко, но он не прыгает, он летает. Замечательно, гениально. Это, конечно, это Дивов. Конечно, Сергей Лукьяненко, чью фамилию ждали самый первый. Необычайно талантливый автор, который, к сожалению, нещадно эксплуатирует свой талант. Ну сколько можно всяческих дозоров делать, это уже, так сказать, становится нехорошо. Но этот человек, который продолжает писать рассказы, сплошь и рядом, добившись какого-то успеха, молодой, ранний МТА, молодой, талантливый автор, есть такая оскорбительная аббревиатура, он начинает говорить, да, я перерос свои первые рассказы, я теперь пишу романы, мне остальное. Так вот, автор, настоящий автор никогда не бросает то, что он когда-то освоил. Если он начинал с миниатюр, а я начинал с миниатюр, он продолжает их хотя бы изредка, хотя бы немножко, как в гости к бабушке ходят, но продолжает писать вот эти миниатюры. Вот, я, я рассказчик. Это необычайно важно. У меня написано 12 романов, вот, и около 250 рассказов. Причем рассказы сложнее писать, безусловно, это маленький роман рассказ. Но зато, зато такое счастье, когда сначала он в тебе родился, зажил, люди заговорили, сюжет пошел. И когда потом ты ставишь закончено, такого-то июня 2019 года, вот это счастье. Стас Владимирович, большое спасибо вам за беседу. Спасибо, что приезжаете к нам на Алтай, встречаетесь с нашими местными авторами, которые пишут фантастику, потому что это невероятная школа, это действительно мастер-класс от выдающегося писателя, как вы. Всю жизнь пытался работать с молодыми, вот, ну, с тех пор, как почувствовал в себе силы самому писать. Вот, и, конечно, не оставлю этой работы, буду впредь работать с молодыми авторами. Спасибо большое, спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был известный писатель-фантаст, лауреат премии имени Ивана Ефремова за выдающийся вклад в развитие отечественной фантастической литературы, Святослав Владимирович Логинов. Спасибо за внимание, до встречи.